Какой выпуск готовишь? Сейчас? Да. Разоблачение будем, Аня. Ты материал уже собрал? Ты думаешь, я зря сюда последние полгода хожу? То, что я узнал за время общения с Кириллом, с Денисом Цыпленковым, с другими атлетами, как грамотно, собственно, ПКТ провести и вообще в плане анализов. Критикуют, значит, замечают. Не критикуют тех, кого не видят. 200 можно пожать натурально 100%. Ну, когда-нибудь в следующей жизни. Если бы я действительно был на курсе, я, во-первых, надеюсь, что я бы выглядел немножко по-другому. Я с утра встал, меня кто-нибудь уже точно нахер послал. Ну, ничего страшного, нормально. Что я должен сказать в этом выпуске? Что мы обсуждаем? Всем привет, друзья! Вы на канале BodyMania. С вами я, Андрей Луценко, автор проекта GeoB Channel. И обычно я в этой студии появляюсь как ведущий новостей. Но сегодня я просто пришел для того, чтобы ответить на вопросы авторов этого канала. Какие именно вопросы, еще не знаю. Сейчас будем вместе с вами разбираться. Мне просто нравится. Это близко моему окружению. Я общаюсь, я дружу с Кириллом. Кирилл занимается пауэрлифтингом. Какое-то время я просто снимал выпуски об этом, я просто рассказывал об этом. После решил приобщиться. И это буквально был разговор. Давай тоже будешь тренироваться. Ну, давай. И то есть... Хотя нет, я предложил. И то есть он сказал, да, давай посмотрим, что получится. И в результате что-то получается. Пока ничего искрометного, впечатляющего и так далее. Работа идет. Мне это нравится. Так что... Мне это просто не в напряг. То есть, это знаешь, это не как бодибилдинги. Ты постоянно смотришь на себя в отражении. Ой, а как вот здесь вот пресс чуть-чуть просматривается или нет. А как все... Я уважаю культуристов. И то есть очень многим это нравится. Я, в принципе, тоже рассказываю о бодибилдинге. Но мне нравится пауэрлифтинг. Поэтому я им занимаюсь. Спокойно лежу, себе жму. И пока немного, но надеюсь будет больше. Сам себе я цель не ставил. Сам себе я поставил цель получать удовольствие от процесса. И, собственно, это происходит. Тренер говорит, что хорошо бы для начала что-нибудь в районе 200 пожать. И я такой говорю, ну, когда-нибудь в следующей жизни. Тренер это видит вполне реальному. И, собственно, я в процессе. И надеюсь весной там ближе к со 60 подобраться. А там уже посмотрим. Если бы я действительно был на курсе, я, во-первых, надеюсь, что я бы выглядел немножко по-другому. У меня бы что-нибудь больше повыпирало бы и больше бы секлось. И другие были бы силовые показатели. Но если бы я действительно употреблял, я бы однозначно в этом, что называется, признался. Да, и сейчас вообще это тренд. Ты сразу же говоришь, я употребляю тебе. Все сразу же говорят. Респект за то, что сказал. Не то, что на Западе все эти псевдо-натуралы. Тебя спрашивают, что ты принимаешь. Кто-то говорит, что принимает. Кто-то не говорит, что принимает. И все за этим прекрасно живут. Это не как было два-три года назад, когда ты сказал. И все это реально проблема была для людей. Сейчас абсолютно другая тенденция. И скажи я об этом, все бы сказали, да, хорошо, посмотрим, сколько прожмет. Никакой бы разницы не было. Я бы только положительный эффект получил. А так вот получаю различные отрицательные. В сотой категории, или тем более даже в 110-й, в которую я, похоже, влезаю, 200 можно пожать натурально 100%. Требуются определенные генетические данные и определенное длительное время для того, чтобы к этому результату подойти. Я не вижу никакой для себя проблемы в потенциале использовать определенные вещества, которые мне помогут к этой цифре приблизиться быстрее. Но при этом это не отменяет определенную работу, особенно в пауэрлифтинге, который нужно проделать для того, чтобы когда ты выходишь на эти веса, не порваться. То есть для того, чтобы быть технически готовым к, собственно, непосредственно этому весу. Поэтому я ничего против фармакологии не имею. Я имею очень много против фармакологии необдуманной, неосознанной, когда самое главное поставить, а после как с нее выходить, как грамотно, собственно, ПКТ провести и вообще в плане анализа, в плане средств, в плане бюджета к этому быть готовым. Вот против этого я имею. Когда у людей, грубо говоря, денег вот только на курс, и то не факт, что качественный. А то, что было до проверить, то, что во время и тем более после, у людей как бы не хватает. И после этого всякие истории рождаются стереотипы о бодибилдерах, там, пауэрлифтерах, в принципе, о тех, кто принимает допинг, что как бы это несет очень серьезные последствия. Это так, но только когда это необдуманно и не отслеживается специалистами. Когда у людей достаточно денег и знаний или желания обращаться к специалистам, у которых есть знания, это все в теории может быть нормальным. И полно людей, примеров, которые как бы это доказывают. В таком случае я ничего против не имею, в том числе как бы относительно себя. Если при хорошем раскладе все будет, если здоровье позволит все, то это, скорее всего, будет чемпионат Европы. Это или конец апреля или май. И насколько я понимаю, это будет не Москва, а Санкт-Петербург. Ну а в этом плане уже все вопросы к Кириллу, не столько даже как моему тренеру, а как к президенту федерации, как организатору. Где он и когда проведет турнир, это уже ему виднее. Но, скорее всего, это будет этот турнир. И вот, соответственно, мне хотелось бы верить, что в районе 160 килограммов. А сколько прирастет, все равно по мере возрастания весов этот процесс замедляется, там уже помост покажет. Потому что в прошлый раз, ну, давай так, для начала подготовка как таковая еще не стартовала. То есть, чтобы было о чем-то рассказывать, нужно, чтобы какой-то процесс происходил. Каких-то существенных весов, какой-то существенной интенсивности, каких-то вот, ну, конкретных телодвижений с моей стороны, о которых можно было бы рассказывать. То есть, демонстрации о которых, восстановления от которых могло бы быть интересно моим зрителям, их пока нет. Когда они начнутся, выпуски, соответственно, будут. И, к тому же, по отзывам моих зрителей, я значительно пересмотрел подход к этому делу. То есть, людям нужна гораздо больше информативность. То есть, все знания, которые мы донесли в прошлом цикле, многим оказались полезны. Многие про это писали. Но в то же время люди отмечали, что хорошо бы еще больше каких-то общих схем, каких-то общих программ тренировок, каких-то общих схем восстановления и так далее, периодизации нагрузок, которые бы выходили за рамки того, что мы бы сказали для всех все индивидуально. Это-то правда, но людям нужно больше. Людям нужно что-то, что можно примерить на себя и почувствовать реальные эффекты. Вот, собственно, в процессе грядущего цикла мы этим и будем заниматься. И я думаю, что он начнется вот сейчас, конец января. Я думаю, что в феврале мы уже будем снимать. И как бы вплоть до выступления оно опять-таки будет. Я снимал насчет этого несколько выпусков. И то есть, мое мнение, то, что я узнал за время общения с Кириллом, с Денисом Цыпленковым, с другими атлетами, армрестлинг — это намного более универсальный, намного более возрастной в плане возраста атлета, вид спорта, дисциплина. То есть, Кириллу определенно на данный момент для него армрестлинг идет фоном. Ему нужно выжимать из себя, как из уникального пауэрлифтера, как из уникального жимовика свой максимум. И я еще уверен, он его покажет. И еще больше отодвинет планку, то есть, возможных достижений человека, в частности, в жиме лежа. А уже после, когда он поймет, что подошел этап у каждого в своем возрасте на фоне его образа жизни, там, не знаю, загруженности и так далее, этот этап наступает, этот момент, когда он поймет, что он больше на, ну, как для себя, топовом уровне жать не сможет, то тогда самое время, с учетом тех знаний, которые он постепенно накапливает, и того окружения, которое может с ним спарринговаться, чем-то еще поделиться и так далее, он сможет уже перейти в армрестлинг и условно там 45, 50, 55 лет прекрасно себя чувствовать, потому что уверен, что весить он будет примерно столько же, но при этом знаний у него будет намного больше. И как бы постепенно технику он нарабатывает, поэтому я думаю, что это вполне реальная для него история, просто позже. Сейчас нужно продолжать себя реализовывать, а, в плане федерации развития, то есть у него там и бизнес, все, и бренд, и как бы общая социальная работа, то есть сколько он сделал, пауэрлифтинг действительно во многих моментах сейчас популярнее бодибилдинга, и это в том числе определенная его заслуга. И нужно заниматься, конечно, спортом, то есть в том плане, что 335 это не его предел. Мне хочется в это верить, и я уверен, что очень много людей тоже в это верят. И то есть, ну ты же понимаешь, я сейчас продолжаю говорить хорошее, и все такие сразу же... Хорошее говорить не принято. Критиковать будут абсолютно всегда, то есть каждый человек, который начинает какое-то дело, которое условно высовывает свою голову, он должен быть готов, что он будет получать и положительные отзывы, и что с развитием интернета стало просматриваться намного яснее, отрицательные отзывы, критики будет очень много. Просто суть в том, что если бы я только сейчас пришел на YouTube и определенный негативный бы посыл получил, для меня бы, может быть, это стало отрицательным опытом и как-то сказалось на моем настрое, на моем каком-то желании продолжать и так далее. Я, слава богу, на YouTube уже больше пяти лет. Я вот этого вот всего слышал уже очень много, поэтому сейчас каждое новое или ролик, или какое-то сообщение, или какой-то критический отзыв именно оскорбительного плана, да, то есть для меня это вообще не новость и... Ну, просто такой, знаешь, нормально, пролистал и все. То есть я критику уважаю, критика должна быть. А негатив тоже вполне. Это просто часть жизни публичного человека, абсолютно. И то есть я там не суператлет, и даже не просто средний атлет, и не самый популярный блогер, абсолютно точно. Ну и у меня, соответственно, тоже есть какой-то негатив, который стал частью моей жизни, с которым я мирюсь, и как бы окей. Но я с трав стал, меня кто-нибудь уже точно нахер послал. Ну, ничего страшного, нормально. Как всегда, я уверен, в комментариях будут что положительные, что отрицательные отзывы. Друзья, не стесняйтесь, пишите, что думаете насчет тем, которые я озвучил. И, соответственно, спасибо, что смотрели канал BodyMania. Ставьте лайк под видео, если этот выпуск вам понравился. И подписывайтесь на канал, потому что впереди еще много интересного. С вами был Андрей Луценко. Спасибо, что смотрели. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok